За любовь, тебе жизнь, скоро взрослый будет жизнь. 11-летие Настя сделала свой костюм, который будет показывать настоящая модель. Материалы, обои, бумажки, папье-маше. Другие играют на скрипках, танцуют, прыгают, декламируют стихи и прозу. Одним словом, формат такого мероприятия ничем не ограничен. Я представляю свои творческие работы и свою творческую выставку. Это моя идея, я придумала этот образ, а это моя модель. Дети самых разных возрастов, от 6 до 17 лет, подготовили 36 оригинальных и непохожих друг на друга творческих номеров. По крайней мере, дюжину из них своими силами сделали ребята из детских домов и школ-интернатов. Это первое в Приморье талант-шоу, специальное для детей. Изначально заявок на участие в шоу талантов было 112, и организаторам пришлось очень нелегко. Но в итоге они сумели выбрать наиболее подходящие для сцены и публики. Здесь участвуют дети. Так получилось, что не только с города Владивостока и Приморского края, но даже прилетели сюда с Сахалином. Вот, поэтому... Межрегиональный. Да, то есть уже такой межрегиональный сразу конкурс стал. Вот. И также принимают участие дети с детских домов, коррекционных школ, с домов инвалидов. Вот всякие разные дети. Стоит отметить, что организаторы провели шоу за счет выигранного ранее президентского гранта. Это значит, что в организации межрегионального конкурса необыкновенных детей приняло участие государство без привлечения старованих спонсоров. Такое в творческой жизни Приморской столицы случается нечасто. К слову, чтобы оценить плоды стараний детей вундеркиндов, здесь сидят уважаемые члены жюри. Каждый специалист в своей области. К примеру, Наталья Кучмей – преподаватель по вокалу и точно знает, на что обратит свое внимание. Но у нас главный критерий оценки сегодня – что бы зацепило. Вот мы и будем смотреть, что нас зацепит. Награды у детского талант-шоу совсем даже взрослые. За призовые места обещают солидные гранты, состоящие из пятизначных сумм. А также специальный приз за немузыкальный номер. Кто станет обладателем наград, станет известно уже в ближайшее время. Евгений Черемухин, Алексей Заровный. Новости на восьмом.